Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц по 5 минут. Так, давайте создадим игру. И поиграем в Блиц по 5 минут. Так, ну что ж, дождемся соперника. Так, GTK Spy. С этим соперником я уже играл. Мне он показался очень, скажем так, подозрительным, потому что он очень долго думал над естественными ходами. Отказывает соперник в гамбите Мора. Так, Слон С4. Слон Б3. Все это у нас теория. Рокировочка. Так, и что здесь у нас? Размен ферзей, да? Интересный. Интересный вариант. Я без пешки, но меняем ферзей. Без пешки, а ферзей меняем. Вот так вот. Необычная теория. Так, ну и вот соперник опять погрузился в глубокие размышления. Ладно, мы тем временем попытаемся пролезть конем на Д6. Если сейчас нам дадут, например, не сыграют А6. Ну, скорее всего, соперник, наверное, может быть и сыграет А6. Или какой-нибудь конь А5, конь С4 может сыграть соперник. Так, видите, А6 найдено. То есть соперник просто находит сильнейшие ходы в данной позиции. Нападает на пешку. Мне опять приходится так ходить. Но и все равно моя задача пролезть конем на поле Д6. Так, а сейчас меня не пускают на поле Е4. Ладно, перестраиваемся и не расстраиваемся. Так, Б5. Ладно, играем конь Е4 срочно. Лезем либо на Д6, либо хотя бы атакуем коня на поле С6. Мне сейчас здесь какой-то еще конь Б4 такой последует. Так, ну нет. Последовал слон Б7. Так, нет. Давайте попробуем. Взяли. И вадя С1. Слон Б8 H7 где-то подграживает. Угу. Видите, как сильно играет соперник. Не дает. Нету слон Б8 H7. Крой Б8 H7. Значит, вадя Б8 C5 и вадя Б8 D1. Так, ну а что мне остается? Надо играть слон Е4. Значит, меняются у нас водьи. Форточку какую-то надо сделать. Какую-нибудь форточку надо сделать. Мне не нравится, что соперник так долго думает над естественными ходами. Вадя Д8, вадя С1, да? Так, нет. Конь А5. Ну что ж, это по крайней мере я здесь забираю. Так. И... Что я могу сделать? Я могу сделать форточку. Или король Ф1 сыграть. Ладно, давайте король Ф1. Здесь мы, конечно же, не меняемся. Так, соперник тоже делает форточку. Ну что ж, мой шанс, видимо, только в быстроте игры, да? Потому что соперник очень долго думает. Кстати, а почему я сказал, что у меня не хватает пешки? А, вот я баран. Я все время думал, что у меня в гамбите мора не хватает пешки, потому что я думал, что соперник принял гамбит мора. Только сейчас я увидел, что, оказывается, все поровну. И просто у нас эндшпиль. Который, может быть, даже чуточку поприятнее у белых. Поскольку они сейчас могут ходом В4 и залезть на С7 ладьей. Так. Поэтому соперник вот играет таким оригинальным образом. Ну а если я подвяжу... Если я подвяжу... Подождите. Бью. Значит, бью. Нападаю сюда. Он берет. Я беру. Нет, у нас здесь получается ладейник какой-то обычный. Так, 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 так. Нет, здесь должно быть поприятнее у белых. По-любому должно быть поприятнее у белых. А если сыграть В4... Слон В2, водя... С7. Коню ходить единственный ход только на... Вернее, водя В8 только ходить. И здесь слон Е3, слон бьет А3, слон А7. Давайте попробуем. Ж5. Вот так вот резко. Резко сразу в бой. Ну ладно, слон Е3. Здесь уже нас заставляют меняться. Конь. Конь на поле В7. Панацея всех бед черных. Он может потеряться. Водя Д3, водя... С7. То есть надо как-то пытаться освобождать коня. Все-таки Эншпиль у белых поприятнее. Потому что водя С6. И я могу там на А5 где-то скушать. Эншпиль у белых явно приятнее. Так, думает соперник как сыграть. Тратит очень много времени. Ну что, водя Д3 я вижу не помогает. Ввиду водя С7. Потом если Конь Д8... Что там какой-то Король Е2. Водя бьет А3. И связка. Поэтому он играет так. Конь Д4. Так, ну сюда нам сам Бог велел прыгать. И прыгаем сюда, да? Значит, теперь связываем. Грозит Конь С6. Так, ну и просто играем Король Е2. Брать он не может пешку, потому что Конь висит. И время у него тикает со страшной силой. Так, опять же, Король Д3 играю. Ф6. Е5, кстати, где-то он хочет ткнуть. Так, ну я здесь могу сыграть... Е4. Так, 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 так. Блин, сам себя под связку загнал. Зря, наверное. Подождите, если я беру, он Е5 играет. Вот в чем вся идея его. А что же тогда делать? Ладно, тогда Король Е3. Быстренько играем. И здесь вот так вот размениваемся. Повисли две пешки. Так, он хочет дать шаг. Ушли сюда. Забрали. Повели. Повели. Так, сюда никуда не пустили. Так, и теперь уже флаг упал у соперника. Ну что ж, сложная партия, но достаточно такая вот любопытная. Всем спасибо и всем пока. С вами был Олег Сломаха. Это была рубрика Блицушки. Субтитры сделал DimaTorzok.